Во Владивостоке реализуется первый на Дальнем Востоке молодежный проект «Сверхновые», где участники предложили свои идеи опытным кураторам и наставникам. Один из участников представил телеграм-бот, который будет направлен на решение проблем жителей города. Ты пишешь, экономя свой ресурс, не залазя на какие-то сайты, госуслуги, чтобы человек сразу выложил информацию, отреагировал администрацией города Владивостока и сразу решили проблему в оперативном порядке. Помимо социальных идей на мероприятии, участники презентовали и творческие проекты. Создать целое пространство для музыкантов, чтобы они могли находить спонсоров, например, какие-то площадки общепита, музыка в заведениях. Я хочу сделать день перформанса, то есть я хочу, чтобы прямиком на улицах нашего города различные креативные коллективы, творческие люди смогли выступать прямиком на улицах, без сцены, то есть стереть грань между зрителем и сценой. По условиям конкурса молодым жителям Владивостока предложили придумать стартап или социальный проект, после чего автора понравившейся идеи возьмет к себе в команду и поможет ее реализовать известный профессионал. Логика очень простая, у каждого есть интересная задумка, которая может сделать город лучше. Теперь мы постараемся сделать так, чтобы те мечты или идеи могли быть реализованы, причем реализованы на хорошем профессиональном уровне. Мы постараемся привлечь все необходимые ресурсы. В итоге по результатам трех сессий из 249 заявок было отобрано 133 участника, из которых 37 человек попали в команду к наставникам проекта. Далее участникам предстоит окунуться в образовательную программу, которая включает в себя все этапы подготовки проекта. С января по март пройдут встречи с наставниками и кураторами, крутыми спикерами Владивостока и других городов России. А весной 2024 года станет известно, кто получит 500 тысяч рублей на реализацию проекта и кто подаст заявки на грант, чтобы получить шанс выиграть федеральное финансирование проекта. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.